вот через тот край да и сюда добрый день все в порядке в общем ситуация патовая начался ураган и я сейчас пытаюсь по быстрому отвести настройку хотя бы оборудование чтобы с ним не кататься проще чтобы вы понимали смотрите что творится вот такая вот пурга начинается если я сейчас не съезжу я просто потом уже не проеду вообще не знаю как мы все это будем с вами изобретать но металл я решил вести сейчас да вы просили больше жизни вот она вот она наша реальная жизнь в селе класс просто супер ну завтра я конечно сюда уже не проеду это уже просто сто процентов а между тем наступило утро и как мы с вами прогнозировали позвонил на стройку ребятам говорят ехать бесполезно потому что все замело но как я и обещал мы сегодня с вами все таки будем работать но будем работать в местном гараже и будем делать хотя бы стойки для нашей лестницы а как только у нас появится возможность мы это все уже установим на место пойдемте у нас тут автомобиль стоит здесь мы будем работать с вами сегодня попа это как дениса блин всю ночь про открытое простояла ну что сказать денис у нас это косипора сегодня она же чипом на сигнализации у меня сейчас так где ключи от машины проверим по моему на сиге или открыто даже не сработало надо отсюда выгонять сейчас масло проверю и заведу кстати в прошлом видосике где я показывал свой автомобиль на котором я возил доски кто-то из подписчиков написала сними обзор про нее скажу одно из всех hond crv всех четырех кузовов у нее большой плюс это в литраже или как в кубатуре внутреннего салона и багажника то есть вмещает он все что угодно я собой вожу и лопаты и веревки и многие инструменты просто катаются без проблем со мной в этом плане автомобиль просто конечно бомбический единственный косяк что автомобиль уже старенький 2003 года но он два с половиной литра джипом полноценным я у конечно не назову до джипа ему далеко те потребности которые мне необходимы он выполняет просто с лихвой так почему я открыл капот вы не подумайте тут обзоры вам не буду максимальные большие делать потому что вам это просто не интересно я посмотрю что у меня по маслу последнее время у меня подозрение что автомобиль стал поджирать масло я вот только это сделаю сейчас при вас и все и это по-моему не подтверждается мое опасение с момента когда я залил новые ну полностью масло это было еще в августе у меня вот полтора миллиметра пропала то есть я считаю это все нормально короче вообще давайте еще раз проверим так до масло даже доливать не стоит до серединки она может смело ходить короче мотор 2 и 4 литра 159 лошадей в год мне обходится в алтайском крае транспортный налог в районе 4000 рублей в принципе для такого автомобиля это нормально машинка мне нравится единственное что ну 2003 год конечно дает о себе знать прогреем выгоним а я пока почищу нормально вот этот тент я одеваю в морозы на капот очень хорошая штука потом как-нибудь вам продемонстрирую как-нибудь потом вот она моя любимая лопатка которую я вожу всегда с собой и так в двух словах чего я на придумал смотрите у нас есть лестничный марш который дальше идет площадкой и вторая лестница поднимается вверх схематично так рисую вот изначально вся проблема в том что мы скоро будем заезжать уже настройку с детьми а дети играя вот в этой части могут очень легко свалиться сюда и это будет просто катастрофа безопасность превыше всего друзья помните это изначально я думал сделать просто профилем который у меня есть уже в наличии но потом подумал зачем лепить колхоз если можно сделать сразу колхозе сделать сразу красиво так вот я взял профиль 40 на 40 и 40 на 20 сразу вам рассказываю потому что она будет спрашивать двухмиллиметровой толщины вот самый нормальный вариант и теперь 40 на 20 будет так по краешкам потом идет 40 на 40 и потом 40 на 20 вот так вот они стоять здесь будут также три штуки и тут будет три штуки сверху будет идти профиль 20 на 40 и по низу будет идти профиль 20 на 40 здесь будут специальные крепления такие пять штук и здесь пять штук после чего тут я придумал интересную фиговинку которая стоит дорого но я ее придумал дешево экономия должна быть экономной помните мои эти лозунги которые почти в каждом видео говорю что здесь будет а нет 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 я сейчас не буду рассказывать я вам потом покажу так будет интереснее пока я здесь просто приобрел вот такую капроновую нитку я ее просто прошнурую вот так и все это будет пока этот год и возможно следующий а потом когда уже соберемся здесь делать я сюда использую нержавеющий трос с определенной такой как бы комбинацией будет это очень интересно и недорого поэтому наблюдайте смотрите кому интересно конечно же перенимайте опыт в реале это выглядит вот так профиль 40 на 40 на 20 его буду прошлифовывать это все будет красивенько аккуратно сделано основание я беру 4 миллиметровую толщину металла которую вы уже помните из видоса про печку я вам про него уже рассказывал из него мы брали с вами много донорской стали с нее я сейчас возьму прямоугольники профиль 40 профиль 20 профиль 20 пробелы между ними тоже по два сантиметра и получается что мне необходимо 20 сантиметров знаешь сейчас должен сделать вот таких прямоугольных квадратов я должен сделать 8 штук но это специальная опечатка вы поняли да а давайте без шума проще всего вот так так теперь осталось все это за шлифовать за шкурить это в плотницком деле а здесь называется за короче пройдемся это все болгарочка сделаем это чистенько ровненько и потом начнем приваривать я придумал такую интересную тему не знаю интересную или нет суть какая сначала мы привариваем центр обвариваем его обтачиваем его чтоб тут все было чистенько потом подставляем уже вот эти края но внутри их не провариваем для того чтобы не нагадить вот здесь потом это затачиваем и тем самым мы получаем то что у нас вот эти места останутся чистенькими то здесь шивы будут просто аккуратненькие красивые тут будут отверстие под анкер все так что я сейчас размечаю центра варимся самые отличные польские электроды 1984 года шикарные нашел у бабушки на чердаке у меня три пачки вот последняя заканчивалась выставил я магнитным угольником теперь провариваю аккуратно швы потом будем зачищать разгромка мы Субтитры сделал DimaTorzok Сюда кладем то, что мы сейчас будем приваривать И то, что мы еще не приварили, прокладываем вот сюда Раз, два Тем самым у нас получается ровное расстояние Теперь просто провариваем вот эти части Провариваем те и провариваем торцы И так же зачищаем А вы думали, сложно что ли, ребята? Поэтому поехали, а вам музычку Для того, чтобы делать крючочки За которыми мы будем зацеплять наши веревки Я использую простой гвоздь Это оптимальный вариант И это дешевый вариант Берем гвоздик, укладываем сюда Берем отверточку Четыре удара Еще парочка И вот такие штуки Потом, позже, я буду их опиливать И делать вот такие крючки Это будет приварено на наш профиль Для того, чтобы зацеплять уже дальнейшую часть крепления Но об этом я расскажу чуть позже Мне надо 25 гвоздей вот так сжать И что у нас получается? Вот эту оставшуюся часть гвоздя Мы можем повторно использовать Я сделал сейчас 11 штучек А мне надо 50 Четыре Десять Так, где одиннадцатая? Слушайте, сходил? За ограду Посмотрел, могу ли я проехать до стройки Друзья, деревня это прелесть Я не только до стройки не могу проехать Я не могу выехать вообще за территорию Здесь надо копать где-то метров 300 Ну, то есть, это нереально Лопатой сделать Эти штуки я сделал Они вот так сейчас выглядят Спойлер будет вот в чем Перила Не знаю, успеем ли мы с вами в этом видосе доделать лестницу Посмотрим Будет она выглядеть примерно вот так Еще будет вот здесь перекладина Почему я сейчас не делаю? Потому что, не знаю Расстояние между стойками Это надо примерять все на месте А на место мы проехать с вами не можем Если трактор ночью пройдет Что очень вряд ли То, конечно, утро мы с вами сделаем Если нет, то, друзья Блин, наверное, следующий видос Не знаю Не могу сказать Это не от меня зависит Ну, вот так Мне нравится Прикольно Надо только придумать, чем это покрыть Если вы в комментариях Если вы в комментариях напишите идеи То я буду очень рад Ну, конечно, везти-то в город на пескоструй Наверное, тяжеловато Наверное, это будет простой этот баллончик Ну, можно, конечно, заморочиться И сделать как кнопку Помните, я делал YouTube-кнопку Сам Помните? Вот, можно, конечно, так сделать Но это будет прям тяжкий труд И надо какое-то оборудование руками Это сделать будет очень тяжело Очень много углов, которые пройти Будет сложно Ну, техникой А руками Это прям сложная работа Скорее всего, буду чем-то покрывать Но ваши комментарии я жду Да Да Честно говоря, эта зима выдалась В плане снега просто капец И я не ожидал Я не представляю, как я буду здесь жить В плане передвижений на работу Детей в садик Не говоря, что о больницах, о всяких и так далее Так жалею, что продал снегоход Но, с другой стороны Если бы я его не продал У меня бы не было денег Вот на всякие мои дальнейшие Строительства А, да, друзья Вы можете мне помочь Сейчас только догадался Вам предложить Я же медом занимаюсь Вот по этой ссылочке Вы можете пройти на мой сайт И посмотреть продукцию Которую я выпускаю Но вот сейчас Прям на сегодняшний день Мед остался только в банках По полтора килограмма Цена 400 рублей за баночку Поэтому будет большая от вас помощь Если вы у меня его закажете А я вам с удовольствием его пришлю Теперь через минуту У вас наступит утро А у меня сегодня вечер Он у меня наступит Только через 12 часов примерно Мы пойдем завтра Тогда, видимо, по сугробам Если снег успеем расчистить Короче, давайте не будем загадывать Но, скорее всего В следующем кадре Вы будете видеть Как я по сугробам Иду на стройку Для того, чтобы замерить Угол скоса лестницы Чтобы нам уже на стройке На месте уже собрать Было очень быстро и просто Копануть немножко, что ли Давай-давай-давай, роднули Ну вот сейчас мы сидим Ну вот сейчас мы сидим уже конкретно Стройку перемело Просто вообще в край Ребята И мы тут будем Мы тут будем жить Ура Это Марс Это просто Марс Так, где же мой снегоход, а Роднуля Ребят Это просто истерический смех Я не знаю Истеричный Или как по-другому сказать Друзья Небольшой нежданчик Я хочу очень снять вам новую серию Интересную Которая пригодится всем вам В дальнейшем Для вашей стройки Но есть одна большая проблема На улице Дичайший ураган И я не могу попасть на стройку Я сегодня с утра Суечусь, чтобы трактор Все-таки хоть немножко нам копнул Но беда в том, что там Новый покойничек И надо до кладбища Было прокопаться И глава забрала трактор На это благое дело Поэтому мы сегодня Опять сидим дома Я хотел даже лечь поспать Хоть раз отдохнуть Хоть одни выходные Но понял, что не могу Я просто взять и отдыхать днем День для труда Ночь для сна И у меня вспыхнула лампочка Как-то звучит не очень Появилась идея Почему бы нам сегодня Не установить вот сюда дверь Ту, которую мы давно приобрели И во всех видосах про баню Вы ее видели Она вот там стоит Такая вся скромненькая Аккуратненькая Беда вся в том, что в кочегарку У родителей задувает Ну, продувает Короче, из-за того, что Очень некачественное Примыкание этой двери И я нашел эту минутку Сейчас на это дело Да, вы не пугайтесь Вот этим стенам Это тут будет Супер изобретение Одно Ну, об этом вы в дальнейшем Может быть и увидите Но это уже Тут мама решает Она уже рулит Это изобретение ее Это шпатлевка по дереву Специальная Поэтому Ну, будет прикольно Будет дизайнерская Такая мысль интересная Ну, может быть Вы увидите А сегодня мы устанавливаем двери Начнем мы, конечно же С чего С выламыванием ее Это что за шали? Хе-хе-хе Это что? Так, друзья У нас вот здесь гвозди Высверлить его крайне сложно Поэтому я принял Простое решение Мы берем старый Обрубок сверла Подставляем И пробиваем Деревяху насквозь Вот так За тяжелую артиллерию Так, замерили уровень И теперь по уровню Просто выравниваем полоску Перед тем, как запенивать Обязательно обработайте водой Это даст лучшую Адгезию материала Это реально работает И самое интересное Что вы собьете пыль Которая была не сбита пылесосом Друзья, нам нужна обсадная доска И у нас с ней большие проблемы Вот мы одну нашли Из-под снега выкопали Но надо ее по периметру И заодно сейчас посмотрите Что у нас творится на улице Пурга на Алтае Вообще не прекращается Ни на секунду Уже, наверное, третью неделю пошла Смотрите, что творится Так, пойду посмотрю Там папа откапывает обсаду Пыль закончилась Стало прям классно Друзья, сейчас мы делаем обсадную доску Замеряем ее Сегодня мы работаем с Владимиром Сергеевичем С моим отцом Он ей сегодня помогает Ну, мы, в общем, сидели Делать нечего Я говорю Пап, пойдем сделаем дверь Он такой Пойдем, сынок И мы пошли, короче, делать дверь Вот Ну В пургу Чем еще заниматься Либо лежать на диване Либо что-нибудь делать Мы решили что-нибудь делать Настроение прям такое хорошее сегодня Так, сейчас, друзья Поставим обсадную Еще раз говорю Все это пропениваем Все щелки пропениваем Это, в принципе, одно из главных моментов было Почему мы сегодня за дверь и взялись Потому что Дует по полу Сквозит И неприятно Именно вот из-за того, что здесь кривые стены Кстати, кто смотрел видос про баню Когда мы ее делали пол Вот именно из этих досок мы делали опалубку Сейчас мы их используем для обсады Поэтому они такие грязные Но этого не будет видно И все нормально Подытожим слегка Такой небольшой видосик был Он буквально трехминутный Там четырех Ну вот вам, может, как-то интересно будет Друзья, в итоге я вам докладываю Потратил я сегодня целый день на стройке Для того, чтобы дождаться обещанного трактора Но его так и не было Дорогу сзади меня Вы видите? Это путь до моей стройки Трактор не пришел А снегоход я продал Для того, чтобы строить дом К которому я теперь не могу добраться Вот такая вот веселая у нас ситуация В общем, друзья Будет вторая часть, в которой мы доделаем Наши перила Они будут отличные И они будут интересные Но я дико извиняюсь Но не получилось мне сделать это в одной части Я бы этого очень хотел Полный багажник Сейчас инструменты и материалов Но тащить их сюда По сугробам Просто нереально И смысла я не вижу Там и сварочники И болгарки Все, что я использую Все это тащить сейчас на руках Такое себе удовольствие Поэтому, друзья Я очень рад, что вы волнуетесь Вместе со мной Смотрите канал Подписывайтесь И ставите лайки И так далее Друзья Покупайте участки в деревнях Подальше от населенных пунктов Это самый правильный выбор Строить где-то вот прям в глуши Далеко Чтобы никакая техника до вас не добралась Ну, может быть, в старости От этого будете получать удовольствие Наверное Ладно, поехали Ну, классно Классно Все, давайте Увидимся скоро Пока Пока Пока